Слава Украине! Приветствуем от Полуанского, Бавовна! И опять из хорошей новости пришли из Северной Осетии. Друзья мои, не успели мы отпраздновать уничтожение, ну или как минимум повреждение российско-фашистского стратегического бомбардировщика реактивного Ту-22 при помощи наших дронов в Моздоке. Как приходит следующая благая весть, спешу поделиться с вами. Сегодня утром во время проведения тренировочного полета врезался в землю с закобзониванием экипажа российско-фашистский истребитель-бомбардировщик Су-34. Имеем ли мы отношение к этому радостному событию, я вам сказать сейчас не могу. Да и никто не скажет. В любом случае, именно вот этот самолет, именно этот самолет неоднократно принимал участие в бомбардировках, в нанесении бомбовых ударов, ракетно-бомбовых ударов по территории Украины. Кстати, эти же бандиты, эти террористы, которые его пилотировали, отличились также и в Сирии. В Сирии они тоже бомбили мирных женщин и детей. Но там им никто не мог дать отпора. У нас хоть как-то дают они, видите, на территории Украины гаденыши не летают. Они только из, скажем, большого расстояния запускают свои бомбы или ракеты. Ну а в Сирии, кто там, нет ПВО, нет ничего, можно летать над головой женщин и детей и творить свои черные дела, бомбить их там. В любом случае, этот отлетался, экипаж 200. Они говорят, что, рашисты говорят, что виной всему отказ техники. Ну, хороший отказ техники, никто же не спорит. Особенно после этого корабля, как он там, адмирал Левченко, по-моему, который сейчас, не пойми, что с ним там в Баренцевом море, который горел очень хорошо, а может горит до сих пор. Крейсер Москва, они тоже не сразу признали, да. Вот, то есть побольше бы, побольше бы такого дела и все будет хорошо. А так, в принципе, с этим самолетом могло произойти все, что угодно. Достаточно что-то там подшаманить на аэродроме немножечко и этот самолетик прикобзонится где-то там очень хорошо в горах. Да, так что, друзья мои, минус один российско-фашистский самолет. Вот этот конкретно самолет бомбить Украину больше не сможет. Так держать.